Человек, который не нуждается в представлении, Наталья Марва. Огромное удовольствие всегда общаться с тобой. Привет, как дела? Привет, замечательно. Как обычно? Хочу задать тебе вопрос. Как можно подвести итоги сегодняшнего дня? Активно начался день на Петерфуде. Обычная выставка наполненная. И здесь, в принципе, без изменений всегда есть люди. Сейчас заканчивается уже деловая программа первого дня «Формула успеха продовольственного магазина». Рассказывает свой вариант успеха компания «Метро». Их проект «Фасоль» они рассказывают. А так у нас сегодня в сумме уже было более 10 спикеров, которые так достаточно активно прокачивали представителей малой и средней розницы. А также и крупной немножко было. Я уже увидела по знакомым лицам. И мы, соответственно, встретились в очередной раз с Иемшинецкой, которая про ценную ценность поговорила, с Любовью Горбуновой, с консультантом из центра «Шаг». Ну, как обычно, мы встречаемся активно и много со многими спикерами на этом мероприятии. И хорошо, что московские представители хорошо приезжают в Санкт-Петербург, имея возможность на северо-западный регион свою экспертизу представить. Ну, дело в том, что я знаю, что не только на Питерфуде вы делаете как бы серию деловых событий, но и в Москве ожидается большой проект 10 декабря, да? Да, 10 декабря. Retail.ru немножко решил все-таки отметить 20-летие. Совместно с 1С мы проводим вторую конференцию для малого и среднего бизнеса. В этот раз она будет пистящена в первую очередь все-таки созданию и развитию розничных сетей. Надо понимать, что очень многие сейчас скептицизм относятся к таким вещам, но все-таки в первую очередь даже два магазина – это уже сеть. Если вы сразу прорабатываете идеологию развития магазинов долгую, ну, как перспективу, именно как сеть, вот этого бизнес только выигрывает. Поэтому мы приглашаем присоединиться к мероприятию. Оно будет проходить офлайн и онлайн 10 декабря. С 10 часов утра у нас начнется уже деловая программа. Продлится она до 17.30 с небольшими перерывами. Мы будем работать и онлайн, и оффлайн, подчеркиваю это, потому что площадка на текущий момент вмещает у нас не более 500 человек. Поэтому кто успеет вперед, те, соответственно, смогут попасть. По поводу онлайна. В прошлом году у нас уже были примеры, когда люди заранее регистрировались, заранее прорабатывали вариант, когда они собирали своих коллег в одном пространстве, то есть, я не знаю, там Вологде, либо, ну вот у меня был опыт, люди как раз говорили о том, что они собирали у себя в магазине, у себя в офисе коллег, которых хотелось прокачать, и, соответственно, вместе смотрели эту конференцию, обсуждали, соответственно, на одни и те же темы. Так что приглашаем такие варианты тоже организовывать. Если вы не можете приехать в Москву, то приглашаем присоединиться к конференции онлайн. Я думаю, что скоро мы сделаем платную подписку, как на Netflix, retail.ru, онлайн кинотеатр, где все люди, которые хотят прокачаться в этой области, будут внимательно наблюдать за тем, что вы делаете в Москве. Ну, по поводу вообще онлайн-истории. Все равно вебинары сейчас активно развивающийся тренд. У нас раздел обучения регулярно поставляет бесплатные вебинары, и мы тоже уже привыкли в режиме таком спокойном прокачиваться. В ноябре, в декабре, и в ноябре, и в декабре, и далее в январе каждый месяц у нас есть два дня, когда мы где-то от трех до шести вебинаров выпускаем в эфир, так что тоже присоединяйтесь. То есть обучаться можно и нужно регулярно, как на разовых мероприятиях, которые вот прямо сейчас 10 декабря. Далее у нас начнется 2020 год, но в 2020 году, наверное, поговорим 10 декабря. Опять же будем снимать видеоролики, так что приходите. Не будем забегать вперед, но я с большим удовольствием встречусь с Натальей завтра еще раз, для того, чтобы подвести итоги второго дня Петерфуд. Спасибо.